Вершинина Анна Николаевна Когда предоставлялось жилье 850 семьям военнослужащих И рассматривался вопрос о гражданском персонале Поскольку был приказ министра обороны расселить всех И мы безропотно проживали На нас подали в суд, чтобы выселить И выселили по суду Но сказали девочки, не волнуйтесь, все равно мы о вас побеспокоимся Это нам говорил Кушнарев Юрий Измайлович Он является начальником ОМТО военного университета Тогда общежитие принадлежало военному университету И в общем-то с тех пор нас не беспокоили приставы Нас не выселяли официально, хотя решение суда было у всех семей выселить Но категории тоже разные Я говорю о своей категории гражданский персонал Министерства обороны А есть еще другие категории граждан Поэтому это отдельный разговор И в общем-то с 2012 года, когда квартиры всем были предоставлены Мы остались проживать в общежитии И с некоторых пор я потеряла уже связь с Министерством обороны Работаю в другой государственной организации В целом прожили в общежитии со своей семьей 10 лет И вот в 2016 году было принято решение выселить Какое-то решение очень странное Потому что в самом решении было заложено То, что я имею право на жилье Но все-таки выселить И не написано, куда выселить И судья мне не разъяснил Все-таки при моей ситуации Куда мне выезжать с моей семьей На членов семьи, мужа и дочь Решение суда отсутствует И вот 13 марта Судебный пристав Ким Константин Владимирович И начальник ЦТУИО Министерства обороны Иванова Наталья Константиновна Вскрыли нашу комнату Когда мы были на работе и учебе Муж, я, дочь И, значит, сняли двери Привели помещение в негодность Описали вещи по акту Передали на хранение в пятый корпус Заведующему общежитием И таким образом мы вернулись вечером домой Нам проживать уже было негде И мы были поставлены перед фактом Такого принудительного выселения Такого отношения к людям И вот почему я вышла сегодня с плакатом Нарушено конституционное право Потому что это грубейшее нарушение Конституции Выселить без решения суда Это грубейшее нарушение И хочу сказать, что выселение произошло силовыми методами В нашем государстве Все-таки, как только человек как-то об этом сказал Какие-то меры должны быть приняты Как по моему усмотрению И я подала тут же И мои члены семьи подали Все возможные заявления Заявления в прокуратуру В следственный комитет В министерство обороны В ССП В суд Я подала на действия судебного пристава У меня столько-то кипа бумаг Я воюю В этом бумажном вопросе Можно запутаться И иногда даже бумаги не сходятся И не помню От кого я получала И по какому запросу Я не могу свести все это Я хочу сказать, что Простому человеку, гражданину Не под силу все-таки Воевать с такой системой Где Вот просто Первоначально идет От Министерства обороны Команда выселить И уже государственные органы Все ее исполняют А сейчас В нашей ситуации Когда наши вещи арестованы И выселение уже произошло Без решения суда Игнорируется Следственный комитет молчит Хотя у нас есть Одна промежуточная бумажка Где написано Что проводится проверка В отношении Ивановой И других лиц По статье Превышение должностных полномочий Но ничего больше я не получала Пока И никаких официальных Как сказать Заявлений Тоже на этот счет Не было В общем-то Хочу сказать Что в нашем общежитии Разные категории Проживают И выселяют И есть люди Совершенно беззащитные Которые не могут Выйти даже из общежития И сказать о том Что решение суда Было принято В их отсутствии Что вот сейчас Такая ситуация Что нагрянет пристав С минуты на минуту И просто выкинут на улицу И в связи с тем Что вокруг общежития Все-таки Идут акции протеста И депутаты подключены Нас защищает Депутат Хамомнического совета Депутатов Порушина Александра Евгеньевна Она всегда с нами на связи Благодаря ей В средствах массовой информации Появилось Очень много Репортажей Фильмов О выселении И о незаконных действиях Всех Кто в этом принимал участие И Только благодаря Такому освещению В средствах массовой информации Еще некоторые Семьи продолжают проживать И слава богу Их не трогают Но вот вы понимаете Опасность того Что с ними поступят Так же Вот уже им угрожает И это все видят Вот пожилые люди Которые прожили жизнь Которым очень обидно Это видят дети Которые Вот например У нас есть многодетная семья И это видят дети И они с детства Впитывают Эту негативную информацию И отношение к ним И моя дочь Испытала на себе Это тоже Это Я считаю Что в Министерстве обороны Первое Что нужно сейчас сделать Создать комиссию По поводу Выселения Проанализировать ситуацию По каждой семье Что они кстати Обещали сделать Когда Они присутствовали На заседании Совете по правам человека У Федотова И Тогда Говорилось о том Что проанализирует Прокуратура Заведет дело В отношении каждой семьи Проверит все Собственно говоря Должны обязательно Создать такую комиссию И мы требуем Чтобы на этой комиссии Присутствовала Наш депутат Порушина Александра Евгеньевна Потому что Только в ее присутствии Может Комиссия Трезво Принять какое-то решение И Пригласить Наши семьи Обязательно Потому что Без нас Никаких комиссий Мы больше Просто не признаем Мы хотим Вместе с комиссией В нашем присутствии В присутствии Наших семей С документами Которые подтверждают Что у нас больше Нет жилья Мы хотим Проанализировать Все И Соответственно Получить ответ От представителей Государства Как быть Мне Лично Моей семье В такой ситуации И любой другой Семье Как быть Вот Такой Ответ Мы ждем От государства И конечно же Здесь нарушения У министерства обороны Конкретно По общежитию Нашему А в государстве И в Москве Есть масса нарушений По другим общежитиям Где люди тоже Мучаются И никак не могут Получить ответы На свои вопросы Очень много Семей Нуждаются В этом решении И Я считаю Что Правительство Москвы Правительство Российской Федерации Должны обратить Внимание На эти акции Протеста И Все-таки Какое-то решение Принять И положительное Положительное решение Мы ждем Этого положительного решения Нам просто Негде жить Мы вышли На пикет В отчаянии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...